Нравится вам это или нет? Крайняя прозрачность и алгоритмичность принятия решений неизбежна, и это изменит вашу жизнь. Так происходит, потому что сегодня легко взять алгоритм, запустить его в компьютере и собрать все данные, которых у вас в избытке, решить, чего хочешь, и управлять компьютером так, чтобы он взаимодействовал с вами лучше, чем удается большинству людей. Звучит пугающе. Я занимаюсь этим уже давно и обнаружил, что это чудесно. Моей целью была содержательная работа, конструктивные отношения с коллегами. Я понял, что могу этого добиться, только если мои решения будут прозрачными и алгоритмичными. Хочу показать вам, почему это так, и показать, как это работает. Предупреждаю, что кое-что из того, что я покажу, вероятно, вас немного шокирует. С детства у меня была ужасная механическая память. Я не любил следовать инструкциям, у меня это плохо получалось. Но я любил сам разбираться в том, как что-то работает. Когда мне было 12, я ненавидел школу, но влюбился в торговлю на рынке акций. Я помогал развозить тюки и зарабатывал около 5 долларов за баул. Полученные таким образом деньги я вкладывал в фондовый рынок, потому что он в то время был разогрет. Первой купленной мною компанией была авиакомпания «Северо-Восточные авиалинии». Это была единственная известная мне компания, чьи акции стоили меньше 5 долларов. Я решил купить больше акций, чтобы, если компания преуспеет, заработать больше. Простейшая стратегия, так? Но я утроил свои вложения, мне повезло утроить свои деньги. Компания была на грани банкротства, но ее купила другая компания, и я утроил свои деньги. И я подсел. Мне думалось, что все проще простого. Со временем я понял, что ничего простого там не было. Чтобы быть эффективным инвестором, нужно ставить на непопулярное и оказываться правым. А идти против всех и оказываться правым непросто, но нужно так делать, потому что цена формируется с учетом общепринятого мнения. Чтобы быть предпринимателем, успешным предпринимателем, нужно идти против общепринятого и оказываться правым. Я был и предпринимателем, и инвестором. И то, и другое занятие не обходится без множества болезненных ошибок. Я совершал много болезненных ошибок, и со временем мое отношение к этим ошибкам изменилось. Я начал думать о них как о головоломках. Если я смогу решить загадку, то получу очки. Загадки были такими, что я сделаю в будущем по-другому, чтобы не повторить эту ужасную ошибку. Призом становились принципы, которые я впоследствии записывал, чтобы не забыть и руководствоваться ими в будущем. И поскольку я их так четко прописывал, я сумел, как в итоге обнаружил, положить их в основу алгоритмов. Эти алгоритмы внес в компьютеры, которые принимали решения наравне со мной. В итоге мы работали над решениями параллельно. Я видел, как те решения в сравнении с моими решениями существенно выигрывали. Причиной была скорость, с которой компьютеру удавалось обрабатывать массу информации, и его безэмоциональность в принятии решений. Итак, качество принимаемых мной решений существенно улучшилось. Через восемь лет после того, как я основал инвестиционную компанию Bridgewater, я пережил самый тяжелый кризис. Я сделал самую большую ошибку. Был конец 1970-х, мне было 34 года, и я посчитал, что американские банки судили развивающимся странам намного больше денег, чем те могли вернуть. Значит, нас ожидал серьезный долговой кризис со времен Великой депрессии. А с ним и экономический кризис, и падение на рынке акций. Тогда это мне казалось спорным. Эта мысль казалась безумным. Но в августе 1982 года дефолт по обязательствам сначала объявила Мексика, а затем и ряд других стран. И нас накрыл сильнейший долговой кризис со времен Великой депрессии. Поскольку я это предвидел, меня попросили выступить в Конгрессе на популярном тогда шоу «Неделя на Уолл-стрит». Чтобы вы прониклись тем моментом, покажу небольшой клип, в котором вы увидите меня. Господин председатель, господин Митчелл, для меня большая радость и честь выступать перед вами, анализируя, что не так с нашей экономикой. Экономика почти замерла, балансирует на грани краха. Недавно вас процесировали в статье. Вы сказали, я с уверенностью это утверждаю, потому что знаю, как работают рынки. Заявляю с абсолютной уверенностью, что если посмотреть на ликвидность компании и мира в целом, то видно, что ее так мало, что нельзя вернуться в эпоху стагфляции. Гляньте на это сейчас. Думаю, какой напыщенный зазнайка. Я был так самоуверен, и я был так неправ. Когда произошел долговой кризис, фондовый рынок и экономика в целом скорее укрепились, а не просели. Я потерял так много денег, и свои, и деньги клиентов, что пришлось существенно свернуть свой бизнес и распустить почти всех сотрудников. А они мне были как семья. Я был раздавлен. Я потерял так много денег, что мне пришлось занять 4000 долларов у своего отца, чтобы оплатить домашние счета. Это был один из самых болезненных уроков за всю мою жизнь. Но он же оказался одним из наиболее ценных, поскольку изменил мой подход к принятию решений. Я перестал думать, я прав. Я стал спрашивать себя, откуда мне известно, что я прав. Я приобрел кроткость, недостающую мне, чтобы уравновесить мою наглость. Я старался найти самых умных людей с иной точки зрения и понять, почему они со мной не согласны, или попросить их проверить на прочность мою позицию. Мне хотелось меритократии идей. Другими словами, не авторитарного режима, когда за мной следовали беспрекословно, и не демократии, при которой все точки зрения имеют одинаковый вес. Я стремился к меритократии, чтобы побеждали лучшие идеи. Как я понял, для этого нужна была предельная открытость и предельная прозрачность. Под предельной открытостью и прозрачностью я подразумеваю, что люди должны озвучивать свои истинные взгляды и видеть все. Мы буквально записывали на пленку почти все обсуждения, чтобы каждый мог ознакомиться со всем, а иначе меритократии идей было не добиться. Для меритократии идей нужно позволить людям говорить то, что они хотят. Приведу один пример. Вот имейл от Джима Хэскела, мы его сотрудника, и доступ к имейлу был у всех в компании. Рэй, тебе тройка за выступления на сегодняшнем собрании. Ты плохо подготовился, иначе не объяснить такую несобранность. Разве не круто? Круто. Во-первых, потому что мне нужен был такой отзыв, мне нужна была такая реакция. А еще потому, что если я не дам Джиму и таким, как он, высказывать свое мнение, наши отношения изменятся. А если я не сделаю это письмо публичным, не получится меритократии идей. Именно так мы работаем последние 25 лет. Мы работаем в условиях такой полной прозрачности. Наши принципы сформировались в ответ на совершенные ошибки, и мы сделали эти принципы частью алгоритмов. А алгоритмы, которым мы следуем, соответствуют нашему мышлению. Так мы ведем инвестиционный бизнес. Так мы укрепляем кадрами. Чтобы дать вам лучшее представление, позвольте пригласить вас на встречу и познакомить с нашим инструментом собрание точек, который нам в этом помогает. Через неделю после выборов в США наша исследовательская группа провела встречу, чтобы обсудить последствия президентства Трампа для экономики США. Разумеется, мнения разделились. Вот как мы подошли к обсуждению. Собрание точек собирает разные мнения. Здесь есть список из десяти определений, так что если кто-то что-то думает о позиции другого участника, он легко может донести до него свою оценку. Нужно просто отметить это определение и оценить его по шкале от 1 до 10. Например, в начале встречи исследователь по имени Джен поставила мне три. Другими словами, неот. За то, что я не выдержал баланс между открытостью и настойчивостью. По ходу встречи оценки, которые Джен поставила другим людям, были такими. У других участников были другие точки зрения. Это нормально. У разных людей всегда разные мнения. Как знать, кто прав? Посмотрим, что думали другие о моем выступлении. Кто-то оценил мою работу высоко, кто-то низко. Учитывая эти точки зрения, можно оценить ход мышления, стоящий за цифрами. Вот что сказали Джен и Ларри. Обратите внимание, что каждый может высказать свои мысли, даже критические, независимо от их должности в компании. Джен, которой всего 24 года, и она только что окончила ВУЗ, может сказать мне, гендиректору, что я плохо справляюсь. Этот инструмент дает возможность высказаться и при этом посмотреть на ситуацию отстраненно, на более высоком уровне. Когда Джен и другие высказывают свое мнение, а затем смотрят на экран в целом, их собственное мнение меняется. Они видят, что их мнение только одно из многих, и у них возникает вопрос, как узнать, что прав именно я. Эта смена точки зрения похожа на то, как вместо одномерной картинки появляется объемное представление. Обсуждение смещается от споров о личных мнениях к поиску объективных критериев, выбора лучших идей. Собранием точек руководит компьютер. Он отслеживает мнение людей и их образ мышления, а затем дает им соответствующие рекомендации. Также он собирает данные со всех встреч и, словно художник пуантилист, создает общую картину всех мнений и образов мысли. Вся эта работа основана на алгоритмах. Понимание людей помогает подобрать им более подходящие должности. Например, творческий человек может быть ненадежным, но сработается с кем-то не творческим, но надежным. Знание людей помогает нам решить, как распределить между ними зону ответственности, как принимать решения, учитывая таланты людей. Мы зовем это достоверностью. Вот пример проведенного нами голосования, когда большинство заняли одну позицию. Но когда голоса были взвешены с учетом их талантов, ответ получился противоположным. Этот процесс позволяет принимать решения на основании не демократии, не автократии, а алгоритмов, учитывающих обсуждения. Да-да, мы делаем именно так. И это позволяет нам преодолеть, как мне кажется, величайшую трагедию человечества, а именно самоуверенное и наивное упрямство в своих заблуждениях, в соответствии с которыми они поступают, вместо того, чтобы подвергнуть их сомнению. Это трагедия. Нам же удается подняться над личными мнениями и посмотреть на вещи другими глазами, взглянуть коллективно. Коллективное принятие решения лучше индивидуального, если проводится с умом. В этом секрет нашего успеха. Поэтому мы приносим своим клиентам больше денег, чем любой существующий хедж-фонд, и приносили доход 23 из 26 лет. В чем проблема с предельной открытостью и прозрачностью друг с другом? Говорят, что это сложно эмоциональным. Критики утверждают, что это создает очень жесткую рабочую среду. Нейронаука заявляет о врожденных предрасположенностях мозга. Есть область мозга, которая хотела бы знать о наших ошибках и слабостях, чтобы преуспеть в будущем. Мне сказали, что эта область — префронтальная кора. А другая область мозга видит в этом проявление агрессии. Это, как мне сказали, миндалиевовидное тело. Другими словами, в нас звучат два голоса. Один — эмоциональный, а другой — интеллектуальный. Они часто спорят между собой и мешают нам. По нашему опыту знаем, что в этой битве можно победить. Победитель действует сообща. Обычно нужно полтора года, чтобы убедиться, что люди предпочитают работать именно так, в условиях полной прозрачности, а не скрытности. Здесь нет закулисных игр, жесткости и недомолвок. А есть меритократия идей, и люди могут говорить открыто. И это чудесно. В результате нашей работы и отношения стали эффективнее. Но так бывает не со всеми. Оказалось, что 25-30% людей это не подходит. Кстати, говоря о полной прозрачности, я не имею в виду прозрачность во всех вопросах. Не обязательно говорить человеку, что он лысеет, или у него некрасивый ребенок. Я говорю о прозрачности только в важных вопросах. Итак… Когда вы покинете этот зал, обратите внимание на то, как вы говорите с другими. Представьте, что если бы вы знали их мысли, их настоящие мысли, это бы многое прояснило, позволило бы вам действовать намного эффективнее. Думаю, ваши отношения улучшились бы. Представьте, что у вас были бы алгоритмы, позволяющие собирать такую информацию и даже принимать решения. Согласно принципам меритократии идей, вас ожидает полная прозрачность. Она изменит вашу жизнь. По-моему, будет чудесно. Надеюсь, вы тоже так думаете, как я. Большое спасибо.